Чернобыльская авария, пожалуй, одна из самых черных страниц в истории человечества. Эта катастрофа до сих пор остается единственной с присвоенным седьмым максимальным уровнем опасности. Тысячи искалеченных судеб и миллиарды долларов для предотвращения ужасных последствий. Всего этого могло бы не быть, но 26 апреля 1986 года случилось непоправимое. Из всех людей, которые работали в аварийном блоке ЧАЭС, в течение первых суток у 134 человек была обнаружена лучевая болезнь. 28 из них скончались в течение первого месяца после аварии. При этом, из-за высокого уровня радиации, всех погибших хоронили в свинцовых гробах. Для того, чтобы предотвратить дальнейшую утечку радиации, над четвертым энергоблоком ЧАЭС было сооружено укрытие, больше известное как саркофаг, стоимостью в 2 миллиарда долларов. Однако, возведенная за 206 дней конструкция постепенно разрушается, что может привести к новым выбросам, так как, по оценкам ученых, под саркофагом от того количества, которое было на момент аварии, сохранилось около 95% радиоактивного излучения. Уровень радиации в очаге аварии был настолько высок, что глаза ликвидаторов спокойно меняли свой цвет с коричневого на голубой. Микроскопические черные грибы, растущие на различных радиоактивных остатках, в зоне аварии на ЧАЭС, способны использовать для своего развития энергию радиоактивного распада. Как выяснилось при исследованиях, грибы усваивают радиоактивное излучение при помощи пигмента меланина, который имеется как у животных, так и у людей. Радиоактивные облака, образовавшиеся после аварии, осаждались военными с помощью артиллерийских зарядов, снабженных ядидом серебра. Введение небольшого количества ядида используется в наши дни для образования очагов конденсации в облаках, что приводит к выпадению осадков. Это были Блицфакты о Чернобыле. Понравился ролик? Ставь лайк и подписывайся на канал!